9 утра. На стадионе Юрьева царит ажиотаж. Машина скорой помощи, пожарные, сотни людей в форме. Все они собрались здесь для утренения. К слову, оказанием первой медицинской помощи здесь не ограничиваются. Ведь зачастую экстренные ситуации связаны с иными угрозами для жизни. Поэтому организаторы постарались воссоздать самые вероятные и опасные из них. Так, участник обнаружения бактериального заражения. «Обработайте спины. Подойдите так, чтобы только вениками касаться. Что, однако, не мешало проявлять санитарным постам, профессионализм и грамотность. Кстати, такие соревнования проводятся среди коллективов новгородских предприятий уже давно. Организаторы рассказывают, что участников с каждым годом всё больше. Интерес растёт». «Мужчины в платочках, а женщины с вениками. Нет, это не театральное представление и не банный день, а строгое следование правилам ликвидации последствий ЧАЭС. На четырёх площадках работники предприятий показывают, как нужно обрабатывать ожоги, эвакуировать раненых и даже оказывать помощь в случае ядерного взрыва». «Обрабатываем спину. На расстоянии вот это. Кругом обрабатываем спину последнего». Среди участников... «Надцать команд представителей новгородских предприятий. В их числе как опытные санитары, так и начинающие, только постигающие основы медицинской помощи». «Хотя я ничего не чувствую, у меня нет сознания». «Беру стерильную салфетку, поворачиваю лицо, делаю два вдоха, искусственное дыхание. 15 раз нажатие на грудь». «Помощь людям при ожогах, переломах, рваных ранах, ударах электротоком участники должны были оказать на одной из самых сложных дистанциях. Здесь от команд в первую очередь требовали знания медицины и физическая сила. Пострадавшим надо было оказать первую медпомощу, спокоить и передать квалифицированным врачам». «И мать, каким последствиям они могут привести». «Помощь hmmimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim в соревнованиях санитарных постов уже не первый год. Однако волнение никто не отменял. Третий пост. Под этим номером выступали студенты. Оказался еще и самым молодым. Санитарный пост Почты России. Команде Новгуни удалось завоевать призовое место. Но ведь в таких соревнованиях главное не победа. Важно, что даже среди студентов есть люди, способные оказать первую помощь в чрезвычайных ситуациях.